История моей жизни под пытками и незаконными опытами Часть 2. Мессианство и спасение человечества Продолжение первой статьи vk.com slash собака-волневиктер-история Моя жизнь под пытками и незаконными опитами о том, чем продолжилось шоу элиты и сильных мира сего Моего мессианства, экзорцизма и спасения человечества Как вы уже читали в прошлой статье, элита и прочие сатанисты Всеми силами хотели доказать мне, что начинается конец света Имитируя для этого всяческие сценки и устраивая театральное шоу В своих постановках они демонстрировали, что вокруг полно бесноватых людей И у меня имеется некая власть их изгонять с последующим за этим шоу Происходящими невольно обрядами экзорцизма в моем присутствии Тогда еще толком не знал о том, что у меня внутри были установлены чипы в ушах и горле Которые связаны каким-то образом с челюстью и позвоночником Они позволяли под облучением открывать рот и выгибать тело Будто из тебя выходит некий злой дух, что часто со мной случалось при молитвах Все время проживания в квартире умершего родственника был сильный ветер и холод В основном из вентиляции Но потом они специально выбили окно в подъезде, дабы задувать мне свою химию также через дверь Ее можно было узнать потому, что все внутри промерзало Температура этого химического воздуха была явно не свойственной обычному ветру и той, что была на улице Как позже выяснилось, именно с помощью этой химии они раскачивают нервную систему и могут тобой практически управлять Теряются всякие силы, появляется очень сильная слабость, подавляется воля Эта химия пробирает до костей, потом отогреваешься с жаром, потом и таким образом приходишь в себя Сейчас же они также продолжают задувать этот химический воздух мне в окна и пускать в вентиляцию От нее становишься еле живым и засыпаешь, менее сопротивляешься их издевательствам Также при подобном физиологическом подавлении этим нервно-паралитическим газом Они более эффективно управляют электроникой внутри меня, преследуя конечную цель сделать из меня своего рода куклу на управлении События развивались стремительно, все более углублялся в христианство, последние времена и экзорцизм Также начал замечать, что мне становится плохо от всей электроники и приборов поблизости Особенно сильно болела голова и уши после разговоров по телефону Тогда же начал изучать тему о воздействии Эми на нас и вреде излучения Думал, что у меня обострилось восприятие и вместе с даром изгнанием бесов открылись экстрасенсорные способности В общем, мне еще повезло и волею случая пришлось вернуться домой к родителям Там же первым делом приметил тот факт, что продувалась квартира намного меньше В основном этот холодный воздух подавали мне лично в межкомнатных пространствах, боясь зацепить родственников Так что я отдыхал от всего, восстанавливался и согревался Тогда думал о том, что каждому воздается по его делам В мире по грехам людей сейчас воплощаются бесы, а они есть воплощение всех болезней Что это все также связано с физиологией Также при накачке их веществами у меня вполне явственно ощущалось некое шевеление внутри Думал, что это бесы проявляют себя подобным образом Также заметил, что против них помогает все, что используется против грибка и глистов Тогда еще толком не знал о наночипах в воздухе Специальных ферромагнитных жидкостях, вроде графена, в вакцинах Бесы были поразительно схожи с глистной инвазией и грибком Как тут не вспомнить старца Серафима Саровского Который рассказывал об адском черве внутри, который его изводил Как выяснилось потом, мой червь был из специального нановолокна и управлялся извне садистами под прикрытием правительства Однако по описанию был точь-в-точь со словами старца В общем, понял, что как при различных интоксикациях, для избавления от этих веществ и нано требуется очищение организма и правильное здоровое питание Перебравшись к родителям, часто замечал, что мама становится странная и взбудораженная, когда приходит с улицы Думал, что таким образом на нее влияют окружающие люди и их энергии, повсеместная демоническая атмосфера Говорил ей поменьше посещать всяческие торговые центры и прочие скопления людей, дабы не набраться от них лишнего Тогда еще не знал о том, что при каждом выходе и по всему маршруту следования ее просто накачивают, опыляют своими отравляющими веществами и прочей дрянью, которая расшатывает нервную систему В этой программе, сродни СМК Ультра и Монарх, все твои родственники в скрытом, тайном режиме также выводятся из строя и равновесия, добавляя всем домашним лишних проблем и нервотрепки Одна из их целей – это полная биодеградация и деградация личности, разрушение жизни и связей жертвы Когда еще жил у умершего родственника деда Адама, то никуда особо не выходил и отвык от больших скоплений людей Но когда выбирался в город, меня начинало вполне ощутимо будоражить Помнится, даже звонил своей маме и рассказывал, что сейчас в городе забуду все, что тебе говорила о правильном питании, философии и религии Стану таким же, как все, погрузившись в демонические энергии На самом деле во многом виновата и химия, от которой также частенько происходят провалы в памяти и общее состояние, как после алкоголя Так даже думал, что так действуют тонкие вибрации И также правительством происходит зомбирование людей через фоновую музыку, свет Впоследствии оказался прав, сейчас информацию можно передавать через свет Специальная технология Li-Fi Также многие люди прилагают видео о фонарях с 5G-блоками внутри Как известно, эми и радиосигналы передаются свободно по воздуху и не видо глазу Именно с их помощью активируются чипы внутри человека Тогда активно занимаясь йогой, всяческими оздоровительными практиками и питаясь предельно здраво Стал хорошо чувствовать все эти энергии, благо так сильно, как сейчас меня не жгли эми, оставляя синяки и ожоги Старался особо не гулять после заката, ведь тогда повсюду зажигаются огни и люди становятся особенно демоническими Ведь именно в вечернее и ночное время больше всего совершается преступлений Однако в моем случае просто многие из преследователей освобождаются от основной работы и повсюду ухлестывают за мной Попутно опыляя химией и устраивая свое шоу в прямом эфире для элиты Также хочется заметить, что их активность в разы возрастает на выходных, развлекаются семьями Много людей пристают и шпионят на улице, так как основной работы уже нет и можно за деньги выполнять всяческие поручения Для них это все увеселительная прогулка и игра, большая часть не знает про каждодневные незаконные опыты и пытки жертвы К травле подключаются различные группировки, против жертв настраивают ее членов, сообщая о том, что этот человек наркоман или террорист Дабы они даже бесплатно, по идеологическим или личным причинам, вели слежку, пытались выдавить пострадавших из района Пострадавших более миллиона по всему миру, они объединяются в сообщества и за границей, называются targeted individual Жертв пытают, дискредитируют, преследуют, обкатывают на них новые виды оружия, акустическое, электромагнитное, лазерное и технологии, в том числе и чипирование Проводят над ними незаконные опыты Цель не уничтожить и посадить в тюрьму, например, а просто наблюдать за человеком в естественной среде для своих научных опытов, новых разработок и также попутно всячески издеваться От этого кормятся все остальные – спецслужбы, наркомафия, корпорации, медики, элита Довольно часто жертвы пишут о том, что каждый вечер у них начинается шоу для элиты, им нравится играть живыми людьми, причинять им боль и страдания Также в этом задействована целая армия завербованных штатских, нечто вроде современного штази, которым нужно тренироваться, а дабы не сидели без дела, обучаются и на обычных людях Чуть позже я поехал на дачу к своим родителям, думая, что там мне будет легче и отдохну от всей этой чертовщины Ведь меня также часто посещали мысли об избранности в связи с новыми способностями Сначала действительно чувствовал себя намного лучше в плане здоровья, потому как уходил от излучения и чипы не активировались Плюс ко всему им требовалось время, чтобы все там подготовить для нового шоу и собрать вместе своих людей, завербовать, подкупить или запугать местных На природе, как уже писал, чувствовал себя отлично, но стоило только войти в дом, как состояние резко ухудшалось После чего основательно уверовал в силы природы и не взлюбил электричество благо цивилизации Примечательно то, что все на даче началось опять же с массового и долгого отключения электричества и того, что подключали к дачному трансформатору кучу новых толстых проводов Активно копались в немецкие, но самое интересное было в том, что электричество отключалось именно тогда, когда я начинал молиться Все это вместе с моей чувствительностью к нему, открыванием рта и прочему шоу сделали свое дело После таких спецэффектов начал думать, что силы мои стали возрастать, потому как при молитве подключались собаки со своим лаем Соседские дети начинали кричать в унисон моему открытому рту и изгнанием из них бесов Мне становилось страшно и в то же время понимал, что все скоро откроются и за мной придут Что я один из тех, кто должен подготовить все к приходу Мессии, если самым не являюсь Что все пророчества и нынешние слухи о конце света чистая правда, а электричество и все благо цивилизованного мира полнейшее зло Но для этого нужно оставаться инкогнито О том, что случилось позже, напишу в следующей части Но для затравки обмолвлюсь, что таки за мной не просто пришли, а прилетели Было преследование вертолетом и прочей бандитской техникой Гоняли меня по лесу ночью, даже привезли прожекторы, военную технику Для пущего эффекта и достоверности поимки опасного преступника экстрасенса Мессии Решение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok